МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте. Десятки тысяч шебекинцев и грейворонцев из-за обстрелов ВСУ, покинувших родные дома, расселены по всей России. Больше тысячи из них нашли приют в Старом Осколе. В округе открыто 11 пунктов временного размещения. О людях, которые стали беженцами в своей стране, наш следующий репортаж. Со стороны это похоже на санаторий. Чистый воздух, зелень, босоногая, веселая детвора. Вот только многие из них до сих пор боятся громких звуков и вздрагивают по ночам. Меня сюда сын привез, потому что у нас в конце огорода прилетело, были осколки, прилеты были. Я с детьми с часу, то есть с 11 до часу просидела в подвале. У меня ребенок долго вздрагивал, по ночам не спала. Ну, такие ощущения, как будто оттоком пробила по всему телу. Это смерть. Это ужас, это страх. Это что-то, я не знаю, отчаяние какое-то. Люди бросают в свое дома. У бабушки в Толожанке дом разбомбили полностью. Не осталось как бы там ничего. В одной из комнат мирно спит малышка из села Глотова. Она настолько привыкла к взрывам, что мирный шум в ПВРе и смех бегающих по коридорам детей ее покой не нарушают. Мама Натальи Овейник признается, что 22 мая, когда в их село вошли солдаты украинской армии, боялась, что больше никогда не увидит дочь. Стрельба. Мы уже привыкли, уже второй год стрелять. К обеду уже все сильнее и сильнее и сильнее. Уже начинают настораживаться, что-то не так. Ребенок у меня с мужем были в доме. Я вышла во двор набрать с колодца воды. Благо, что муж мой, не знаю, как чудом увидел просто в окно БТР и ставили после нашего дома просто с крестами БТР и хохлы. Вот это вот все. Начинают стрелять с автоматов. Мы падаем на землю. Я боялась, что мне сейчас ребенок заплачет, нас убьют. В чем были? В домашней одежде и шлепках. Семья Натальи Овейник бежала около полутора часов. На попутки добрались до Грайворона. Так и попали в Староскольский ПВР. Мы чудом просто убежали. Я думала, что нас убьют. Честное слово. Буквально пару минут наших соседей вообще в подвалах держали. Еще пару минут, если бы муж не увидел бы в окно, мы бы тоже сидели, не знаю, убили бы его, не убили. Как бы он молодой, все такое. Нас бы убили бы. Я не знаю, что бы было бы. Честное слово. Мы благодарны, мы сюда попали. Вы знаете, такой вот, как вам сказать, воздух вздохнули. И все, мы не слышим ни этих, ни выстрелов, ничего. Галина Рожко из села Гора Подол в день прорыва тоже чудом уцелела. Ночь с 22 на 23 я перебыла дома. Было страшно очень. И автоматчики бегали, все. Но меня, правда, никто не это самое, не загонял ни в погреб, никуда. Вот. Я ночью позакрывала все окна, позакрывала все двери, ломились в дом и стучали. И автоматчики эти вокруг бегали. Я ночью пособирала, что в рюкзачок, что нашла. Потому что потихонечку на четверенькой, где-то, где на машину едет. Я ее так вот тормознула. Военный мальчик сидит. Я к нему прям молча залезла. Говорит, вези меня куда-нибудь. Ну, правда, в пункт отвезли, накормили. И военные нас сопровождали. Впереди шла пузовая машина, военная, ну, тентованная. А сзади ехал БТР. В пункте временного размещения для эвакуированных стараются создать все условия. Да, тесновато. Но хорошо кормят, обеспечивают всем необходимым. Никому не отказывают, если нужна помощь. Когда возникла тяжелая ситуация, я увидел, что люди уже в массе своем уезжают. Вот поэтому я просто собрал вещи и пешком пошел. Ну, ходят каждый день практически с аптечкой. Так что можно пожаловаться, если что, на здоровье. И они постараются сделать все возможное, что в их силах. Администрация округа позаботилась и о домашних питомцах, шебекинцев и грайворонцев. Для больших животных подготовили специальные вольеры клетки. Маленьких собачек и кошек разрешили взять в номера. Вот его схватили, а котика оставили. На батарею его езжали. Надо котика вывезти тоже, ждем. Когда будет получше, чтобы котика вывезти. На территории округа уже работает пять основных пунктов приема гуманитарной помощи. Открыто 11 пунктов временного размещения. Мы проводим регистрацию, спрашиваем всегда о нуждаемости. Ну, а нуждаемости в товарах первой необходимости, конечно, им сразу выдаем. В пункте временно потом их размещаем по комнатам. Значит, у нас ежедневно проводится тоже обход граждан. Спрашиваем всегда, в чем они нуждаются. Потом все эти формируем списки. И мы передаем у нас в Центр молодежных инициатив, которые волонтеры потом привозят. Несмотря на созданные условия, все эти люди мечтают поскорее вернуться домой. Но пока это небезопасно. Анастасия Иконникова, Евгений Левошко, Симон Гречишников, 9 канал. Так все же, быль или не быль? В Центре современного искусства открылась мини-выставка работ старооскольского художника Ивана Толмачева. А стены первого этажа украсили архивные фотографии кинотеатра и горожан. Снимки в разное время сделаны жителями осколок. Каждый сопровождается описанием. Авторство, правда, не указано. Однако орфография и пунктуация первоисточников сохранены. Еще одним новым проектом ЦСИИ стала микрогалерея «Осколок». Это творческая инициатива команды «Были». Было собрано около полусотни заявок от художников, желающих разместить здесь свои работы. Некоторые из них имеют достаточно много творческих работ. Некоторые авторы имеют всего несколько произведений, готовых к такому публичному показу. И у нас появилась такая и сложная, и творческая, и интересная задача поработать с этими авторами, поработать с заявками, с полученными, объединить их в небольшие такие творческие проекты и показать их жителям нашего города. На первой выставке в «Осколке» организаторы представили работы пяти оскольчанок. В экспозиции «Ускользающая красота» 12 картин и фотографии, а также видеоролик под названием «Новое начало», снятый Анастасией Долгих. Уроженка «Оскола» последние годы живет в Санкт-Петербурге. Художники через призму женских образов, гармонии, природы, красоты хотели передать красоту момента ускользающего, его миг, его восприятие и ощущение. Выставка в микрогалерее «Осколок» продлится два месяца. После экспозицию заменят. Владыка Иоанн впервые в Старомосколе не только как глава митрополии, но и как радушный хозяин митрополичей литературно-музыкальной гостиной. До этого она проходила лишь в Белгороде. Первая встреча прошла в зале Приходского дома храма Рождества Христова. Среди приглашенных представителей власти и общественности – музыканты, учителя, поэты, актеры и волонтеры. О боге в митрополии, чьей гостиной говорили и пели много. А еще о родине, войне, о том, что такое быть русским. Темой литературно-музыкального вечера стала строчка из песни «Я люблю тебя, жизнь». Владыка Иоанн напомнил вторую заповедь – возлюби ближнего, как самого себя. И попросил задуматься, а что, собственно, мы в себе любим – внешнюю красоту или духовную? Обратился митрополит к истории нашей страны, к личностям царей Федора Иоанновича, Николая I и II. В этот вечер на импровизированную сцену выходили актеры, молодые поэты и литераторы, музыканты. Звучали стихи, написанные о Великой Отечественной, но словно посвященные нашим мальчикам на Донбассе. «Война совсем не вверх, а просто трудная работа. Когда черна от кода вверх, скользит по пахте пехота». Среди участников встречи много священников. Некоторые, как и митрополит, тоже пишут книги. И читают взахлёб. «Священники читают очень много разной литературы. Современные технологии как привнесли в нашу жизнь плюсы, так и отняли. И создаём себе иллюзию того, что что-то читаем, пролистывая ленту в сети интернет. На самом деле, наверное, именно сегодня пришло время вернуться к бумажной книге, отложив телефон. Тогда мы уберём иллюзию из своей жизни и прикоснемся к литературной реальности. Книги можно читать и в телефоне. Но пришло какое-то уведомление на телефон. Мы незаметно переключились, и книга ушла в небытие. Поэтому нужно себя возвращать к книге». В следующий раз архиерейская гостиная пройдёт в Старомосколе в сентябре. В престольный праздник Кафедрального собора Александра Невского. Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Симон Гречишников, 9 канал. В регионе работает выездная школа добровольчества «Город Перспектив». Волонтёры-активисты молодёжного движения «Новое поколение» Андрея Скотча знакомят сверстников с различными направлениями в их работе. В этот раз мастер-классы школы прошли в Алексеевке. Как получить прописку в «Городе Перспектив» нового поколения, смотрите в следующем репортаже. Как стать волонтёром? Сейчас перед желающими вступить в ряды добровольцев большой выбор. Активисты молодёжного движения «Новое поколение» депутата Госдумы Андрея Скотча совместно с представителями других организаций провели ознакомительные лекции и мастер-классы. Дети узнали о специфике работы волонтёров-медиков, спасателей, волонтёров культуры и победы. Главное – желание помогать, а место обязательно найдётся. Добровольцами не рождаются, а становятся. Я сама добровольчеством начала заниматься с 12 лет. И мне кажется, что даже одна мысль, которая пришла тебе когда-нибудь в голову о добровольчестве, она всё равно остаётся где-то, заседает. Конечно, за пару часов окончательно определиться сложно, но попробовать свои силы вполне реально. Например, примерить на себя роль спасателя и попытаться помочь утопающему. Или получить базовые навыки, чтобы понимать поведение людей с ментальными особенностями. У них нет речи, они разговаривают руками. Умение найти общий язык с аудиторией пригодится волонтёрам любого направления. Поэтому для участников – мастер-класс от тренера неформального образования. В Алексеевке представлены далеко не все из волонтёрских организаций. Но, к примеру, Всероссийский студенческий корпус спасателей принял решение со временем открыть здесь своё отделение. «Случайных людей у нас не бывает. Поэтому, если человек загорелся этим, то, как говорится, уже его никак не выгодишь, ничего. То есть он на всю жизнь уже в этом. Сначала нам нужно собрать некий актив, это костяк отряда. То есть это ребята, которые наиболее будут заинтересованы, вокруг которых уже будет формироваться весь остальной отряд. Мы их будем обучать по программе подготовки спасателей». Всего школа волонтёрства от нового поколения «Город Перспектив» проведёт 8 выездных интенсивов в муниципалитетах региона. Финальной точкой такой работы станет форум добровольчества в областной столице в конце года. Когда песня «Жить помогает», творческие представители общества инвалидов – сами себе и артисты, и режиссёры. Дружным коллективом готовят концерты, приглашают на них горожан. Один из таких прошёл в микрорайоне интернациональном. На лавочках импровизированного концертного зала во дворе не было свободных мест. Продолжит Анастасия Иконникова. Это улыбчивая солнечная девочка Влада Рощупкина. Для неё проще всего выражать эмоции тактильно, через объятия, или танцы и музыку. Занятия в творческом коллективе общества инвалидов – как глоток свежего воздуха для юной леди и способ проявить себя. «Чем любишь заниматься?» «Спеть». «Любить». «Любить пачку». Самых активных артистов в обществе инвалидов 15 человек. Здесь помогают раскрыть таланты даже тем, кто и не подозревал об их существовании. Помогает им в этом Ольга Агеева. Почти 15 лет назад она оказалась в инвалидном кресле, но не опустила руки. «Любить самое хорошее – то, что есть. И мы счастливы. Я счастлива тем, что они у меня есть. Они счастливы тем, что я у них есть. Мы этим живём. Я могу до бесконечности говорить о своих девочках, как я их называю. Они все тоже люди с ограниченными возможностями, но не способности. Они все уникальные личности». Концерты общества инвалидов всегда находят своего зрителя. «Супер. Вообще очень душевно. Мы не первый раз на этом концерте. Ну, просто вообще восхитительно. Артисты просто вот, ну, я не знаю, это не описать, наверное, словами. Это больше эмоций. Всё складывается в душе. Прекрасно, что такие есть концерты. И почаще бы в нашем городе было такое. «Прекрасно, что особенные детки могут выступать, привлекаться ко всем культурно-массовым мероприятиям». Подобные концерты уже стали визитной карточкой общества инвалидов. Их приглашают и на праздники в сёла округа. Вот только коллектив не всегда может выехать. Собственного транспорта у них нет. Каждый год в День России уже на протяжении 11 лет на берегу Оскольского водохранилища проходят соревнования среди трудовых коллективов на призы «Славянки». Инициатива проведения спортивного турнира среди предприятий и организаций «Старого оскола» принадлежит руководителю группы компаний «Славянка» Сергею Гусеву. В этом году участие в традиционной спартакиаде трудовых коллективов «Старого оскола» приняли команды. ОМК, Столинского ГОКа, АТ, Оскол Цемента, Сибагра, индустрии строительства, КМАП «ЭЖС», Алтек, Оскол Нефтеснаб, «Славянка», сборные медицинских учреждений и администрации округа. Участников спартакиады приветствовал председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков. То, что сегодня происходит здесь, уже стало традицией. Спартакиада «Славянки» уже сплачивает вокруг себя не только работников «Славянки», но и всех жителей Староскольского городского округа. Она сплачивает и дает положительный пример для всех жителей Белгородчины. Я вас поздравляю с этим праздником, желаю здоровья, успехов и побед. Несмотря на пасмурную погоду, на базу отдыха «Славянка» приехало много любителей здорового образа жизни – семьи с детьми. Это место отдыха на берегу Оскольского водохранилища притягивает к себе, как магнит. Даже погода не способна испортить такого настроения, которое мы сегодня должны приобрести. Спорт – это праздник духа, это праздник радости, это праздник того отдыха, который в большей мере должен быть в нашей жизни. Хотелось бы, чтобы вы всегда знали, что мы ждем с распротертыми объятиями всех участников, которые будут отдыхать на нашей базе, которые будут отдыхать на наших социальных объектах. Соревновались в девяти видах спорта – волейбол, футбол, плавание, шахматы, большой настольный теннис, гиревой спорт, перетягивание каната, арбрестлинг. На базе отдыха «Славянка» организовали мастер-классы и интерактивные площадки для детей. Для гостей спортивного праздника подготовили концерт творческих коллективов, Дома творчества «Славянский» и ЦКР «Горняк». Здесь же можно было отведать угощение полевой кухни. Я считаю, что это, наверное, одна из самых, наверное, значимых и замечательных событий, которые проходят в связи с трудовым коллективом. Я надеюсь, что эта традиция будет продолжаться, и Сергей Аркадьевич, который стал инициатором этой спартакиады, будет помогать также проводить. И я надеюсь, что мы будем участвовать, и спасибо большое, что такие мероприятия проходят. Спорт должен присутствовать в нашей жизни. Спасибо, что организовали такую встречу к нам. Конечно, обязательно нужны для сплочения и коллектива, и города, и всей молодежи. Очень рады участвовать в этом мероприятии. Хотелось бы высказать большую благодарность организаторам, потому что с каждым годом турнир расширяется. Участие принимает все больше и больше команд, что очень приятно. Спасибо большое, что ежегодно дарите нам этот спортивный праздник. База отдыха «Славянка» благодаря развитой спортивной инфраструктуре является одним из самых популярных мест отдыха для тех, кто ценит возможность насладиться уютом и вместе с тем провести выходные активно и с пользой. Многие, приехавшие на соревнования, выразили желание вернуться сюда снова. Праздник спорта завершился торжественной церемонией награждения победителей. Я в первую очередь хочу сегодня поблагодарить организаторов этого мероприятия и персонально Гусева Сергея Аркадьевича за ту атмосферу, которая сегодня царила, за те комфортные условия и за то единение. Не случайно, что эта «Спартакеада» проходит в наш главный праздник – День России. Победители и призеры «Спартакеады» получили в подарок сертификаты на услуги базы отдыха «Славянка» и «Сладкие подарки». Абсолютным победителем турнира стала сборная ОМК. А заряд бодрости и положительных эмоций получил абсолютно каждый. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Попробовать Камчатку на вкус легко. В Старый Оскол вновь приехала выставка-ярмарка «Икра и рыба Камчатская». Более 35 видов морских деликатесов и все нового улова. И, конечно, гастрономический бриллиант Дальнего Востока – красная икра. Нежная, без горчинки, засоленная прямо на корабле. Тут более свежая. По сравнению с других местах, та же «Чавыча» и «Икра» более свежая. Да вы все знают об этом, потому что немного омега-3. Очень полезная. Для любителей рыбной продукции это настоящий рай. Каждый кусок – как на подбор. Белорыбеца, палтус, белуга, тунец и, конечно же, королева лососевых – «Чавыча». Ее мясо обладает тонким вкусом и приятным ароматом. Буквально тает во рту. Берем рыбку каждый раз, когда они приезжают. Очень любим. Всей семье едим. Любим чавычу с бутербродиками, слабосоленое. Очень вкусное. Всем советуем. Объедение. Приобрести дальневосточные деликатесы можно во дворце спорта «Аркада». До 17 июня включительно. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Кукушка кукует к хорошей погоде. Так говорит народная примета. В последние дни ее куку и утром, и вечером слышно даже в городе. Можно насчитать до полусотни таких сообщений. Однако, во прикиптичьему прогнозу, вместо тепла у нас похолодало. Но вскоре ситуация начнет исправляться и к выходным ожидается пляжная погода. Ну а 15 июня в Старомосколе и Губкине 20-22, и дождь. Ветер все еще северный 3-4 метра в секунду. Давление в норме 745-746 миллиметров. Магнитное поле спокойное, луна убывающая. Рассвет в 4-12, закат в 20-45. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова